Окно с откосами у нас восстановлено. Теперь посмотрим, как же регулировать окна самостоятельно. Фурнитура Мака. Ключ у фурнитуры, у производителя Мака, вот такой универсальный, где есть все необходимое. Ключ шестигранный. Звездочки. Вот такой регулировочный ключ, универсальный. Итак, приступим. Что мы можем регулировать? Снимаем с нижней петли декоративную накладку. Здесь мы можем регулировать подъем створки вверх-вниз. Вот таким движением. Вверх по часовой, против часовой створку опускаем вниз. Также мы можем регулировать движение створки вправо-влево. отверстие у нас сбоку. Вставляем ключ и также регулируем створку на дверь и вверх вправо. И также мы можем регулировать этой же петлей прижим створки. Здесь звездочка. То есть, либо мы на улицу прижимаем створки, если дается эта петля, либо отводим. Это что касаемо регулировки нижней петли. Далее, переходим к регулировке верхней части петли. Здесь у нас ключ вставляется в шестигранник верхнюю петлю. И также регулируем положение створки влево-вправо. То есть, мы смещаем ее. Также у нас есть регулировка приподнимателя створки. Он регулируется звездочкой. Звездочка вставляется вот в это отверстие. И вот они резкие. Вот этот промежуток как раз позволяет опустить и приподнять. Суть приподнимателя, он снимает нагрузку с верхней петли. Вставляем его и поворачиваем по часовой или против часовой стрелки. В зависимости от необходимости его регулировки. Он упирается в ответную часть на раме и приподнимает створку. Приподнимать он должен ее буквально на миллиметр. Лишняя регулировка, чтобы он приподнимал более, не нужна. Он тогда не снимет нагрузку с петли, а наоборот увеличит. И при закрытии створки, створка у нас автоматически открывается, отталкивает. То есть, приподниматель отталкивает створку. Ни в коем случае створка не должна при закрытии оставаться на месте. Соответственно, значит, где-то створка цепляется и задевает. На этом спасибо всем за просмотр. Смотрите наши другие видео по монтажу окон, по отделке откосов. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok